Мы искренне рады вас приветствовать в Республике Натарстан, в нашей столице. Общение, обмена контактами – раз. И отличную возможность презентовать свои разработки. Прорывные идеи – это два. И что важно, разработки представлены не в виде абстрактных изобретений, а вполне себе готовых к применению инновационных продуктов. Александр Кияница из Санкт-Петербурга заявляет, что нашел прекрасную альтернативу шумным и дорогим эксплуатации топливным генераторам. Домашний накопитель электроэнергии нового поколения, с которым его компания уже готова выйти на рынок Татарстана. Базовая комплектация стоит 99 тысяч рублей. Это вполне соизмеримо с любым топливным генератором, соизмеримой мощностью 10 киловатт. Чтобы люди понимали, где настоящий продукт и не настоящий. Казанский IT-разработчик Марат Дусаев продвигает проект «Электронное стадо» – сервис, который отслеживает численность, здоровье и качество ухода за коровами. Марат предлагает пойти дальше и включить в этот процесс магазины. Его новая разработка позволит покупателю самостоятельно узнать, из коровы какого хозяйства надоели молоко, а также другие характеристики товара. Также у нас есть идея по расширению, чтобы ставить терминалы, как вот пятерочки же подходят и считывают, там говорит, 23 рубля, да? Ну, так же вы подошли, считали, вам вышла эта история. Еще одна разработка в сфере информационных технологий – на этот раз от челнинских айтишников. Мобильное приложение, которое поможет грамотно спланировать рабочий график. Так, разработка может быть интересна занятым и деловым людям, которым программа сама выберет из сотни встреч и контактов, действительно нужные и полезные. И не будет тратить время на поиск, а будет тратить время именно на общение, на налаживание контактов и, возможно, решение своих бизнес-вопросов. Даже сегодняшнее мероприятие, да, кто здесь участвует, как здесь организовать встречу, ведь каждую вот такую конференцию, форум, надо использовать с максимальной пользой. И есть программы, которые позволят, во-первых, узнать, во-вторых, организовать контакты с кем ты хочешь. Сейчас они уже понимают, что такое рынок. Потому что я себе приезжала, я не знаю, 10 лет назад, приходили и говорили, у меня вот есть изобретение. Великолепно. А дайте денег. А про что изобретение? Это не могу сказать, потому что это секрет. Так вот сейчас, когда я слышу презентации компаний местных, которые мы услышали уже на национальном уровне, то есть начинают с того, что вот есть вот такой рынок, а мы вот берем вот часть вот этого рынка, и вот поэтому нам нужно, то есть великолепно в этом плане. Во-первых, лучше упакованные. Во-вторых, они уже прошли определенные стартапские болезни. У них уже есть, ну, помимо команды, первые договора, которые они через себя пропустили. И сейчас процесс происходит уже масштабирование. То есть им надо вырасти. Но надо понимать, на фоне развитых стран наши достижения в сфере венчурных инвестиций практически незаметны. Для сравнения, вот динамика развития российского венчурного рынка за 10 лет. С 2007 по 2017 год. По количеству сделок и объему инвестиций. Хорошая динамика. А это уже наше положение по сравнению с лидерами отрасли по итогам прошлого года. Наш показатель по инвестициям – доли процентов по сравнению с миром и ведущими странами. Проблема в том, говорят эксперты, что в России, по сути, нет спроса на инновации. Еще более-менее интересны инвесторам проекты в IT-сфере. Это еще они могут понять, вкладываться в фармацевтику, медицину, прорывные идеи в авиастроении, машиностроении. Российские бизнес-ангелы не готовы и не хотят. Нет реальной заинтересованности в инновациях. Нет реальной заинтересованности в снижении и сдержек за счет инноваций. Нет мотивации. Понимаете, ну, может быть, еще связано и с тем, что нет полного доверия к тем инновациям, которые производятся в России. Технологические проекты достаточно долгие. Поэтому, когда у человека есть куда положить миллион долларов, и он может положить предприятие, которое ему заработает через три месяца, возврат, или он надаст предпринимателю, с которым еще возиться нужно, и пять лет пройдет, еще и деньги потеряет. То есть, с моей точки зрения, это в этом. Это только в теории, в мечтах. История реализации венчурных проектов – это такие секс-стории, красивые истории успеха. Когда изобретатель и инвестор находят друг друга, инвестор дает ему кучу денег, и через какое-то непродолжительное время проект начинает генерировать сумасшедшую прибыль. В реальности все гораздо труднее, сложнее и мучительнее. Вот на реализацию этого проекта, промышленного беспилотника компании «Авиарешение», ушли миллионы, сотни миллионов рублей, неограниченное количество нервов, сил и времени. По нашим оценкам, в следующем году мы уже выйдем на точку безубыточности. Если быть точным, 150 миллионов рублей инвесторы уже вложили в эту разработку. Позади три года испытаний, доводок, экспериментов. Если бы это был любой другой бизнес, он давно бы закрылся, но этот проект живет и более того развивается. Пару лет назад в команду Дмитрия входило несколько единомышленников, сегодня это команда профессионалов численностью 35 человек. Дополнительные возможности появились после получения гранта «Национальной технологической инициативы» в сумме 240 миллионов рублей. Получить его было непросто, признается Дмитрий. Зато теперь перспективы вырисовываются хорошие. Разработкой всерьез заинтересовались нефтяники, особенно работающие в условиях Крайнего Севера. Для них такой беспилотник – просто незаменимая вещь для доставки грузов. Мы до этого думали, что основной спрос у нас будет в сельском хозяйстве, и мы в первую очередь затачивали аппарат под эту. Но в процессе общения с рынком поняли, что для сельского хозяйства мы, конечно, очень хороши, но именно в логистике на Крайнем Севере, там без нашего аппарата уже совсем очень тяжело происходит. Приходится терять большие прибыли. В Россию, конечно, не очень любят вкладываться не в IT-проекты, потому что это довольно-таки долгая история, и рискованно вкладываться в этом плане, и многие воздерживают от этого риска. Надо понимать, что на построение стройной системы поддержки инновационных проектов уйдут годы и даже десятилетия. Государственные фонды есть и сейчас, но, во-первых, объемы их ограничены, а, во-вторых, сосредоточены они почти все в Москве. Россия – огромная страна, у вас большие расстояния, колоссальные ресурсы, богатая культура. Россия – идеальная площадка для реализации многих проектов, но особенность вашей страны, что все бизнес-процессы у вас сосредоточены в Москве. Татарстан вполне бы мог стать еще одной прорывной площадкой в сфере инноваций и венчурных инвестиций, что по факту уже происходит. Остается сохранить, а лучше утроить набранные темпы развития, считает Рустам Миниханов, для чего нужно активнее задействовать возможности в том числе высшей школы. Каждый преподаватель, каждый профессор, он должен заниматься исследованиями, наукой, а не легче считать. Вот если вы это сумеете переломить, значит, наши университеты будут такими центрами формирования новаций. Тимур Бекморзин, Андрей Мохов и Данила Филатов. 7 дней.